Друзья, всех приветствую, зрителей и просто гостей своего канала. Сегодня я хочу поднять очень такую серьезную тему. Это тема правила посещения кладбища. К сожалению, мы все сталкиваемся с тем, что нужно прийти на кладбище, проведать своих родных, своих близких, особенно когда идут дни перед Пасхой. Я хочу с вами поделиться теми знаниями, которыми я обладаю. Конечно же, я их совершенно недавно узнала. Они ко мне пришли уже как бы в 25 лет. Хотелось бы, конечно, чтобы я раньше узнала об этих правилах, так как мне пришлось бы, да, я смогла бы избежать некоторых неурядиц. И расскажу вам сейчас, как же стоит посещать кладбище. Первое. Кому строго-настрого запрещается посещать кладбище? Это женщины, которые беременные. Или те женщины, которые кормят ребенка грудью до 6 месяцев. Запомните, вам дорога на кладбище полгода, год как минимум закрыта. Мы все знаем, что энергетика ребенка подвязана полностью к энергетике мамы. И понятно, что если вы что-то себе там подщепите, это все ударит, к сожалению, по самому слабому по ребенку. Поэтому мамам я не рекомендую посещать кладбище. Да и вообще, знаете, деткам нельзя ходить на кладбище до тех пор, пока им не исполнилось 7 лет. Я понимаю, что все мы разные веры здесь. Кто-то поддерживает крестьянство. У нас в детстве вообще мы ходили на кладбище, когда была Пасха. Мы там проведывали своих родных, такие маленькие. Я всегда помню, знаете, маленькие дети бегают, ищут конфеты. Вот в это как бы не особо правильно. Нужно на кладбище вести себя тихо, спокойно. Ни в коем случае не переступать, перепрыгивать через оградки. Это касается тех людей, детей, особенностей детей, которые уже пришли на кладбище. Но я считаю, что родители должны следить за своими детками. Это не то, что так надо, так нужно, так правильно. Это для того, чтобы вы уберегли себя, уберегли своего ребенка. Я лично не буду водить своего будущего ребенка на кладбище до 7 лет. Я в это все верю. Я с этим неоднократно сталкивалась. Поэтому я вам советую деток до 7 лет на кладбище не водить. Потом придете и познакомите со своими родными и близкими. Итак, когда вы уже собрались идти на кладбище, собрали свои пакетики, кто что несет, так сказать, за царство небесное. Я всегда ношу с собой конфетки, печенюшки. Особенно я вспоминаю, что человек любил при жизни, там, так сказать, вкусняшки. Я обязательно беру это, так сказать, в подношение. Что по поводу свечей? Если вы уже принесли на кладбище свечу, то ли с церкви, то вам придется ждать от начала до конца, когда вы поставили, чтобы она сгорела, дотлела. Поэтому лично я не рекомендую вам оставлять свечи на кладбище. Лучше придите дома, зажгите свечу в память о своих родных и близких. Это всегда согревает их души. Ну вот, перед тем, как вы собрались идти на кладбище, возьмите, пожалуйста, полотенце, свяжите его в узел посредине и с одной стороны, с одного конца помойте руки, сходите, умойтесь и вытритесь одним концом. Как вы все это сделали? Положите, пусть лежит. Уже после, когда вы сделаете все свои дела на кладбище, вы придете домой, умойтесь обязательно, помойте свои руки. Правда. Будь здорова, Виолетка. Помойте свои руки и вытираете руки, лицо, шею. Уже вторым концом полотенца. И это все просто нужно развязать, просто потом бросить в стирку. Это и есть защита. Защита перед походом на кладбище. Еще я вам рекомендую, перед тем, как вы вообще к этому всему действию нужно подготовиться, ни в коем случае, перед тем, как вы идете на кладбище, я вас прошу, пожалуйста, вы должны соблюдать строго эти правила. Никакого броского макияжа. Запомните это. Никакой яркой там фиолетовой, красной, желтой одежды. Мы сами понимаем, куда мы идем. Не нужно привлекать других существ, да, к вас, к вашему вниманию. Что касается одежды, одежда можно одевать черного цвета, темно-серого, темно-синего. Для девушек обязательно нужно собирать волосы в хвосты или под косынку, под шапку. Мужчинам тоже я рекомендую одевать кепки. Почему нужно собирать девушкам волосы? Запомните, волосы это ваша энергетика, ваш материал. Не нужно разбрасывать в таких местах, где есть некротическая энергия. Никаких волос. Мужчины, обращаясь к вам, те, кто любит покурить, бросить сигаретку и, не дай Боже, плюнуть. Воздержитесь. Ни в коем случае не плюйте на кладбище. Не нужно оставлять свой там биоматериал в виде слюны. Не нужно плевать, это такая ужасная привычка. Этого делать не нужно. Не плеваться, ни в коем случае женщинам не расчесываться. Это просто табу. Что касается украшений. Смотрите, украшения все, я тоже сняла, лучше все украшения снять. Кроме тех, которые вы носите в виде оберегов, талисманов или касается дела серебра. Серебро, конечно же, вы можете оставлять на себе. Ну, лично я снимаю все. Я просто снимаю все. Одеваю черные вещи. Иду проведывать своих родных, близких, для моего сердца людей. Второе. Что касается цветов на кладбище. Друзья, ну, это лично вот мое мнение. Вот этот весь захламленность, вот этот вот пластик, пластмассовые цветы. И в детстве, я помню, как мы с бабушкой шли на кладбище, обязательно брали вот эти искусственные пестрые цветы, разных просто цветов радуги. У нас бабушка очень любит оранжевые цветы. Вы знаете, чтобы видно было сдалека, что мы были на кладбище, что мы пришли и почтили память. Вот она любит у нас такие яркие цвета, вот эти пластиковые, пластмассовые цветы. И я, друзья, против них. Пожалуйста, если вы хотите, купите гвоздички, купите розы. Я предпочитаю лично живые цветы, потому что этот пластик, его потом, мы сами знаем, все собирают с могилок, да, в кучи, потом поджигают, горят костры, вот эта вся вонь, гарь, она идет к нам в природу, матушка природа. И так у нас уже сильно загрязнена, о чем вы тут, в принципе, и говорите, это все знают. Никакого пластика, давайте беречь нашу природу, природа матушка. Мы здесь пришли, друзья, погостили, пожили, кто как смог, так и отжил, а природа, она вечна. Поэтому я всем советую, пожалуйста, используйте настоящие цветы. Прежде чем положить цветы, я рекомендую вам поломать их в двух, в трех местах. Для чего это делается? Для того, чтобы потом не увидеть эти розы в букетах. Но я всем рекомендую, и пожалуйста, обламывайте, заламывайте, чтобы, не дай бог, есть, конечно, такие люди, которые делают и порчи, ходят на кладбище. Это для нас, нас ходить на кладбище, проведать родных и близких, а кто-то работает на этом кладбище. И как бы вы были далеки или близки от этого, вы должны всегда помнить, что это чья-то работа. Ни в коем случае, если у вас что-то упало, касается мелочь, мелочь, конфетка, вы не имеете права уже это поднимать. Что упало, то пропало на территории кладбища. Но есть такие случаи, когда вы упустили ключи, телефон, что же вам делать? Вы должны сказать, я там забираю свое, хотя оно уже не является вашим, и взамен оставляю вот эту вот конфетку, или взамен, пожалуйста, вот эта монетка. Вы обязательно должны откупиться, откуп оставить, потому что все, что упало на землю, все, хозяин кладбища, это вообще отдельная история, это уже считается, что оно принадлежит этой местности. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательными. Я надеюсь, что я здесь все рассказала, все разложила вообще по полочкам. Я все, все, все рассказала, все разложила. Пожалуйста, друзья, пользуйтесь во благо, развивайтесь, всегда помните, не забывайте о своих родных, о своих близких. По традиции я вам желаю всем мира, добра и света. И самое главное, помните, что мы приходим сюда, у каждой нашей души есть своя задача, мы ее выбрали, и мы проживаем эту жизнь. Знаете, души ушедших, они уже дома, это мы здесь до сих пор, проходим свои уроки, играемся, резвимся, в кого-то тяжелый опыт, в кого-то легкий. Это все выбор души. Знаете, что ваши близкие, ваши родные люди, они уже на небесах, они уже дома, а мы здесь живем, почитаем их, помним. Я желаю вам всего самого наилучшего и пользуйтесь, пожалуйста, этими знаниями во благо. Все, всех целую, люблю, во благо, милые, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова